Хороший заброс! Удал Ковличенко! Гол! 1-1! Сработало! Ковличенко поднимает руки, демонстративно праздновать он не будет, но настроение это ему добавит 100%. Вот и Уткин, да, о себе напомнил. Вкнулся в локомотив, но в локомотиву... Ох, какая подача! 1-0! И снова эта связка работает! И снова эта связка работает! Это Данил Уткин и Николай Ковличенко! Один в один! Точно такой же гол, как и неделю назад в матче против московского «Динамо». Ну, Уткина левая нога просто окиклюшка. Он туда ей спокойненько набрасывает, или так как в баскетболе, да? Спокоил, подача высоченная от Уткина. До удара дело не доходит. Клебов. Еще одна подача. И здесь Худяков. Пролетел мяча. Ворот пустые! Первый ворот, да еще и удобно. Мяч под левенькую с лета к нему прилетел. И Уткин в третьем матче подряд в игре с локомотивом забивает ворота железнодорожников. Что это как несовпадение? Или уже закономерность, Дмитрий? Просто палач локомотива Данил Уткин. Уникальная эффективность. Но отсюда, наверное, не пробьешь. Это будет подача. Так и есть. Момент! Как они это делают! Как они это делают! Третий тур подряд. Супер связка. Уткин-Ковличенко работает. Опять стандарт. Опять подача Даниила. И гол Николая. Безотбойно. Назначает одиннадцатиметровый Василий Казарцев. Итак, Полос. Прямо по центру. Но улетает в левый угол Евгений Гошев. Мяч у вороток. 1-0. Похоже, это уже было в пределах штрафной площади. И он точен. И он реализует пенальти. По-прежнему Ростов забивает только со стандартных положений. Сегодня это... Разогнался Полос. И легко обманул Артура Кикматулина, который дернулся в одну сторону. И от Уткин опасный и гол. Вот так вот Даниил Уткин забивает с еще одного стандарта. 39-я минута. А Маяка просто антигерой этого первого тайма. Пожалуй, да. И опять вот, ну, гол не вытекал из логики игры. Сильянова, подключающегося вперед. Обратный пас. Пятка. И нет для офсайда у Пола за гол. Защита в голову. Да, засчитан. Посмотрим, может быть, момент удара не видел. Что-то произошло. Полос. Оставляет мяч Миронова. Рука. Нет. Опять рикошет. И Глебов забивает после рикошета. Ну, что такое сегодня? Как же не везет нижнему, да? Сколько рикошетов. И в очередной мяч раз, вернее, мяч подлетает Глебову, который расстреливает Нигматулина с близкого расстояния. И к Карпину побежал Глебов. Ну, Карпин же подшучивает постоянно над Глебовым, говоря о том, что он футболистик. Он так к нему обращается. Это не раз мы уже слышали. Ну, и надо было как-то потроллить и главного тренера. Я думаю, вполне. Если Сочи победит, именно Галкипер может удостоиться звания лучшего игрока. Удар. Момент. Моментище. Один мяч отыгрывают они. Какой удар в стиле Даниила Уткина наносит не Даниил Уткин. А Мельников, не так давно вышедший на замену. Классный удар. С левой ноги за пределы штрафной. И концовка обещает быть жаркой. Возвращается в игру ростовская команда. Чуть раньше они могли это сделать. И Даниил Уткин, как всегда, будет подавать штрафную. Уткин грузит. Борьба на втором этаже. И 2-2. 2-2. Как они это делают? И Камличенко. У них что там? Радиоуправляемые передачи, что ли? Я понять не могу. Намагничено все в штрафной площади соперника у Даниила Уткина и Николая Камличенко. 99-я минута. Сипенко против Абурь на разбег. Удар и гол! Все-таки Ростов вырывает, судя по всему, эти три очка. Но Егор Бабулин получает приз зрительских симптомов. Дают по итогам Апакан. Полос удар! Ох, какой гол! 1-1. Я же говорил, что в этих матчах не бывает скучно. И Дмитрий Полос демонстрирует это своим замечательным обводящим ударом. Классно. Это просто класс. И Николай Камличенко, автор голевой передачи. Там Полос. Заложил сложный финт даже для самого себя. Это опасно. Удар! Ох, какой гол! Какой гол! Данила Уткина! 2-1! Шикарный первый тайм! Шикарный первый тайм! Как жаль, что немногие могут воочию это увидеть. Но вы для этого и присоединились к трансляции на канале Матч ТВ. Идеальный удар Данила Уткина! Элегантный мяч! В одной из сказок Волк сдувает домик. Один, потом другой, потом третий. И вот счет 3-1. Николай Камличенко. Это было такое лицо, как у Владимира Этуша, который ничего не сделал, только вошел. И он действительно только вошел в игру. И тут же заработал пенальтик. Полос. Селихов. 4-1. Отмечался. А тут, а тут получилось вот здесь Байрамян. Зацепился за мяч и очень тонкую передачу ему у Далмиронов. И с левой ноги в ближний угол ворот Ломаева отправляет мяч Харенба и Рамяна. 1-0. Ростов забил гол очень быстро. Это раз. А во-вторых, ну как-то очень легко. Полос разбегается, бьет Ломаев. Достает этот мяч, но тот проходит ворота. Ну и смотрите, как будто бы это не... Мы должны играть в атаку. Зенит играет в атаку, это украшает мяч чемпионата. И вот удержение! Это Комличенко! Настоящий злой гений Зенита в четвертом матче подряд против лидера российского футбола. Он забивает свой четвертый гол. Игра на опережение. Фланговые атаки. Без возни, без, ну, каких-то потенциально опасных для собственной команды передач. Фланговая атака. Идеальный пас на ближнюю штангу. И Комличенко в касание переправляет мяч. Очень динамичная игра. Теретьев. Момент Уткина. И гол! В 50-й минуте счет становится 2-1 в пользу Краснодара. И он по-прежнему не самым надежным парнем остается. 2-2! Не доходит мяч до Комличенко, но доходит до Глеба. Дальше пятка. Миронов! 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 После еще одной ошибки Матвея Сафонова все-таки забивает свой гол. Воспитанник локомотива, игрок 2000 года рождения, забивает, вы знаете, по-моему, первый гол в РПЛ. И какой важный. Короткий разбег, удар, гол, 1-1. Быстрый размен забитыми мячами на Ростов-арене. Паса, набравшего ход Глебова. В штрафной площади Глебова вошел в штрафную и забил капитан Ростова. 0-1. Данил Глебов. И полузащиту факела, и забивает он мяч. Я даже не вспомнил. Подобная подача Данила Уткина – это угроза. Милеркин и мяч ворота. Николай Ковличенко. Он не был первым на мяче, но как он подкараулил отскок. Вот. Вот оно, чутье нападающего, которое сработало после подачи со штрафного Данила Уткина. Вот эта репутация Ростова сработала. Максим Осипенко. И как классно откликается на эту подачу. Александр Сельянов. Ничего себе подключение защитника. Как он дождался этого мяча на дальней штанге. И очередное включение с подачей. Осипенко сработало. Помните тот опаснейший эпизод, который… Да. Теперь уже этому вспоминать Ростову нет никакого смысла. Потому что сработала пристреленная подача. Ковличенко делил и выдает. Классный пас. Удар и гол. Фантастика. Щетини забивает впервые в этом сезоне. Вылезли откуда-то из-под этого давления. Из-за метр глубины. Ну ладно, здесь уже контратака пошла. Внимание. Это Глебов перед штрафной. Он забил недавно в Воронеже. Глебов! С днем рождения, капитан! Сам себя поздравил, не дожидаясь подарков. Даниил Глебов. Четвертый гол в нынешнем сезоне. И как изящно он это делает. Два удара поворотом, два гола. Феноменальная эффективность сегодня у ростовской команды. Его фланг. Продолжается атака. Щетинин. Мяч поднят. Подача в направлении Ковличенко. Но она проскакивает мимо нападающего. Игра рукой. Была не была. Сейчас будем разбираться. Дальний удар. И гол! Это хорошо. Это долго. Но это было со знанием дела. Второй, третий темп атаки. Даниил Глебов отмечает свой еще один забитый мяч. Понравилось, Валерий Георгиевич? Очень легко. Мяч на неудобную высоту. С хорошей силой. Да и Овсяников, надо сказать, предпочел вообще другой угол. Так что, они как-то любимый жанр. Прямые удары со штрафной. Это не удар, конечно. Но это хорошая скидка. Прекрасная комбинация. И это 3-1. И просто, чтобы утвердить свое превосходство. Шикарная подача на Камличенко. Ну и Мардешвили. Это пятая замена, которую провел Галксионов. Поменял всю линию атаки. Ух ты, гол! Гол забивает Николай Камличенко! Лантратова. На ближнюю подача. Скидка на дальнюю. Не попадает по мячу вратарник. И Тогойло еще отстановится 1-0. Это замечательно игравший сегодня Андрей Лангович, который забивает дебютный мяч. Осипенко. Удар. Гол. Точно в верхний угол. Очень опрятный капитанский удар. Хотя сегодня капитаном Ростова вышел Глеб. Глеб! 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 Гол же Тигру. Ростовчане атакуют. Это опасно. Удар по воротам. Какой гол! Какой гол! Лангович забивает ворота торпеда. Сумасшедшие удары. Глеб ушел с поля из-за травмы. Ну а Глебов сейчас в раздевалке. Возможно, увидел. Не подошло, потому что все было в снегу. В итоге занимались в спортзале. Пока помогает. Ух ты! Какой гол! Вот это да! Женя Чернов забивает мяч. Ударом метров с 30 в одно касание. Шикарный! Шикарный Евгений Чернов! Редко, но метко. Это про него. 2-0. Поднимает голову. Низом как здорово на Комарова. Комаров отбросит Байрамянова. Прострелит на дальнюю. А вот так вот! И забивает Голенков, вышедший на замену. Пусть и немногочисленная, но при этом преданная. Группа поддержки, группа болельщиков Ростова сейчас очень обрадовалась. Комаров. Ну-ка, прострел! А это навес на дальнюю. Совсем забыли, что здесь есть Максим Осипенко! За Осипенко! 2-2. Ростов! Опять угол от Мансильи, но тоже красиво. От падящей. Тоже здорово. Рассчитано так было у Максима. Так и не скажешь, что это центральный защитник поворотом бил сразу, да? Узнамит и жестовое зачарование. Но подбор за Осипенко. Его никогда нельзя забывать. Тем более он разогнался. Вот так, как Морес вчера в кубке всю штрафную прошел. Вот сколько? Боли удачный! И мяч! И мяч в воротах Урала! Гол! Гол! На ровном месте. Откуда что взялось? Но взялось же! Видите, и руку по Мазуна зацепило. И без рикошета от Филипенко не обошло. Вперед! Победа! Их будет! Вперед! Солешник! Роман! Здесь можно... На поле Комличенко. Голенков не выйдет. И Селява! Какой галешник! Какой галешник! Это белорусский дальнобойщик! Александр Селява с левой ноги! Смотреть, ну Селява с левой ноги зарядил. Супер! Вот бил, бил Миронов. Все никак не мог попасть. Уходящая траектория. Коснулся мяча Селихов, но шикарно, шикарно. Камлеченко арбитр не поднимал, да, Флажок? Арбитр Флажок не поднимал. И Николсон подходил. Поддача в трофную. Удар поворотом. И гол! И гол! Первый мяч Ростова за 4 тура. Прекрасен Голенков. Забивает головой. И это, конечно, особое начало для Ростова. Трибуны ликуют. Я не уверен, что многие из собравшихся сегодня на Ростов-арене ждали, что Ростов забьет быстро. И что это удастся сделать вот так. Голенков сыграл, ну, как и должен был. Сделан Андрей Витторович. И вот Голенков. Голенков! Какая ошибка! Удар поворотом! Дубль! Дубль Егора Голенкова! Грубейшая ошибка обороны Ахмады. Мы говорили про сложности в центре обороны у Ростова. А рвется у других ворот. По швам рвется. Грия Вуизинович даже присел на скамейку. Настолько он шокирован. И, может быть, в переносном смысле сбит с ног такой активностью Ростова и Голенкова, о котором шла речь. Как раз ты тоже об этом упоминал в предматчевом интервью. Удар! И гол! И гол! И гол! И даже без Камриченко. Подача Уткина сейчас сработает. Они продолжают работать. Радиоуправляемые подачи Даниила Уткина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова